Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». В эфире Ирина Чекунова сегодня с вами в этой студии, а в гостях у меня научный сотрудник Института археологии Российской Академии Наук, кандидат исторических наук, руководитель новоторгской археологической экспедиции Петр Дмитриевич Малыгин. Петр Дмитриевич, здравствуйте! Добрый день! Сразу хочется спросить, насколько коронавирусная инфекция сказалась на археологических работах 2020 года? Ну, вообще, этот вопрос надо, наверное, так сказать, задавать руководителям Института археологии. Но я вот, то, что мне кажется, и что я имею информацию такую, это то, что экспедиции у нас, к сожалению, работают и в зимний период. Хотя это нежелательно, скажем так. По закону это не очень разрешено. Да, если там нет над ними каких-то навесов, теплых подогревов всяких, возможно, это можно делать, но это деньги, как вы понимаете, и строители на это редко идут. Вот, поэтому спасать археологическое наследие приходится в таких очень некомфортных, так сказать, ситуациях. Хотя археология вообще мало комфортная, как вы, наверное, догадываетесь, но зимой это, так сказать, вдвойне, втройне некомфортно. Поэтому экспедиции, которые работать начали еще до коронавируса, они продолжали работать, а вот экспедиции, которые открывались весной, коронавирус нанес большой урон, без всякого сомнения. То есть приходилось как-то сворачивать работу? Да, да, да. Вообще не начинать, не то что сворачивать, а их перенесли на более длительный, так сказать, перенесли на другие месяцы. Ну вот в связи с отменами в некоторых регионах этого коронавируса сейчас начинают помаленьку раскручиваться. Но без всякого сомнения это существенно повлияло на динамику раскопок. Наверное, где-то даже строители вынуждены были притормозить свои работы. Потому что у нас строительство-то большое, и тут еще археология. Да, потому что археология должна предшествовать строительству, но строителей можно, так сказать, покритиковать, потому что археология первична, строители вторична. Ну, конечно, конечно, хотя им хочется наоборот. Я понимаю. Ну, сроки, да, всегда, что в строительстве главное? Да, сроки, да. К великому сожалению, археология уже превращается, а может даже превратилась в такую служанку строя индустрии. Это плохо, без всякого сомнения, потому что вот в эти сжатые сроки, которые отводятся строителями для нас, иногда просто в ущерб идет наука. А археология – это наука, большая и серьезная. Но у вас тоже существуют сроки, то есть вам такие же сжатые сроки ставят, да, или как? Вы же не знаете, как пойдет работа, ведь это же кропотливость. Да, и самое главное, что в законе об охране памятников прописано, что если археологи находят какой-то супер уникальный объект, монументальный, скажем, вот копают на каком-то участке строительства и находят какие-то фундаменты средневекового какого-то сооружения, то, по идее, они должны быть законсервированы, и строительство вообще, так сказать, может нарушиться. Но это тоже строительные отрасли, это, конечно же, в ущерб, да, а не, наверное, это форс-мажоры, конечно, это форс-мажоры, но почему-то строители об этом забывают, когда подгоняют археологов копать, копать, копать. То есть буквально стоят над душой? Ну, иногда да, просто иногда это доходит до каких-то таких, значит, непонимания, скажем так, взаимонепонимания. А как понять, что мы находимся на месте археологической, археологической какой-то исторической находки, когда вот начинается строительство? Как? Если там, допустим, ничего не было, да, несколько веков назад, а вдруг было, то есть сначала проводится разведка? Да. Она предшествует? Да, но сейчас в законе прописано, что всем строительным работам должны предшествовать археологические исследования, только это минимальные, так сказать, минимизированные археологические раскопки. То есть забивают сначала шурфы, небольшие шурфы, и по результатам вот этой шурфовки дается заключение, если это неизвестное совершенно пространство, и где мы не знаем, что не было разведок, скажем. И когда шурфы, значит, дают положительный, так сказать, результат, то, соответственно, на строителей накладываются обременения археологические, а если и ничего нет, то честный археолог всегда даст заключение отрицательное, потому что в исторической науке, в археологической отрицательный результат тоже результат. Вы сказали, честный археолог, то есть бывают другие случаи, бывают нечестные археологи, а сразу тут на ум приходит черный археолог, как черные копатели. Нет, ну черные археологи, они не связаны со строителями, я сказал, что вообще, я надеюсь, что археологи должны быть честными. Ну да, надежда есть такая, да, что ли? Да, конечно. Вы сказали, каждому строительству предшествует такая работа. Да. У нас в таком случае, у нас Тверь, какое сейчас огромное строительство ведется. Хватает археологов на все эти работы? Нет, не хватает, и в Твери совсем другая ситуация. В исторических городах существуют охранные археологические зоны. Соответственно, если строительство попадает внутрь вот этой границы, то там археология обязательно, так сказать, автоматически. Поэтому никаких шурфовок там не надо делать, а надо просто исследовать археологически. Другое дело, что границы и площади охранных археологических зон могут быть завышены. Вот, мне кажется, я был разработчиком первых охранных археологических зон Твери. Вот, и мне кажется, что нынешние охранные зоны Твери завышены. А к чему, что это влечет, завышение вот этой вот зоны? Это дополнительное вложение денежное? Это как-то что-то? Это выгодно кому-то, чтобы эти границы были завышены? Нет, это просто разные концепции, подходы. Когда мы работали над охранными зонами, коммерции такой, как вы предполагаете, не было. Там была действительно наука. Некоторые считали, что надо по минимуму сделать, то есть охватить границей археологии заведомо ясные, совершенно четкие, там, скажем, средневековые кварталы, которые под землей лежат. Это восстанавливается по писцовым книгам, по старым планам и прочее. Но время не стоит на месте, и в законе новом об охране памятника прописано, что археология начинается уже сто лет тому назад. Да, да, да. И это вот для меня, конечно, несколько, так сказать, проблематично. С этим можно спорить, но закон есть закон. То есть, если мы пишемся с вами в 2020 году, то археология у нас начинается в 1920-м? Ну, получается, что так. Это то, что начало 20-го века, да? Да, получается, что так. Вы за то, чтобы это было более, да, вглубь времен? Я думаю, что тут нужна такая мощная, серьезная научная экспертиза. Если, например, квартал, который подразумевает строительство какое-то массированное, значит, входит в зону застройки, скажем, Твери только 20-го века или конца 19-го века, то здесь может, и оно обеспечено документально, там, скажем, есть планы, есть, значит, какие-то письменные источники, и они достаточные, как покажется специалистам, то мне кажется, что тут можно как-то провести... У нас ведь есть археологические раскопки, есть археологические наблюдения. Наблюдения — это несколько щадящий такой режим для строителей, то есть они убыстренные, действительно, там упрощенный вариант. Вот мне кажется, что перед каждым таким массированным строительством, где на археологию закладываются огромные деньги, по закону, нужны вот такие консультации, такие, как бы, межотраслевые, я бы сказал. То есть тут должны подключаться и историки, и чистые археологи, и градостроители, и историки архитектуры и так далее. Вы сказали, должны, что сейчас такого совместного творчества нет, или оно не повсеместно? Нет, ну, я так полагаю, что в охранных зонах это автомат, то есть это не подразумевает обсуждение. Но есть такие места, где, я уверен, что не ступала нога человека ни в какие века. То есть еще все впереди, да, можно сказать, в вашей работе. Да, но они вошли в охранные зоны. У меня была концепция других охранных зон. Значит, мы оконтуриваем жестко, совершенно жесткими обременениями то, что действительно археологически. А такие, скажем, пригородные слободы или села делаем пятнами. То есть не объединяем их в единый контур, а делаем такие вот локальные, так сказать, границы каждого такого выявленного поселения. Ну, я не знаю, меня уверяют, что лучше, так сказать, по максимуму сработать. То есть перестраховаться и все соединить вместе. Но я считаю, что это не совсем научно, мне кажется. Давайте мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, буквально несколько минут. Не переключайтесь, и мы снова в эфире программы «Тема дня». Мы вновь в студии программы «Тема дня». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях научный сотрудник Института археологии Российской академии наук, кандидат исторических наук, руководитель новоторжской археологической экспедиции Петр Дмитриевич Малыгин. Петр Дмитриевич, в начале программы мы говорили, что 2020 год, как и для большинства, наверное, да, непростой для археологов, что многим пришлось свернуть, работать даже не начав их, да, но ведь это же всегда длительная подготовка, да. Каждая экспедиция, да, каждая работа, каждая раскопка подразумевает огромную подготовку. Это и люди. Сколько человек вообще занято, вот, или это зависит от объекта? Да, это не подсчитать совершенно. Есть волонтеры, есть вольнонаемные, поэтому это на разных объектах, это совершенно по-разному. Иногда это фабрики, настоящие фабрики. Вот в Торщке, например, строился квартал на левобережье Тверцы. У нас были раскопки, продолжавшиеся с 99 по 2001 год на рубеже как раз тысячелетий. Там это было действительно похоже на какое-то производство, которое вот три года работало. Ну, просто с перерывами на зиму мы не копали зимой, потому что там шли берестяные грамоты, это уникальный слой. Это то, что вообще может просто растаять в руках. Нет, просто зимой это не взять, это же слякоть, грязь и прочее, нужно соответствующие условия. Хорошо, если не мороз, как это было отсутствие мороза зимой 2020 года. Да, зимы у нас теперь пошли плохие, слякотные, так скажем. То есть, это как я сравниваю, наверное, подготовку, как мы, походники, готовимся к походу, собирая рюкзак, это целая наука, это рюкзак одного человека. А здесь же даже задействовано, наверное, больше, наверное, 50, а то и 100 человек, да, бывает в этих работах? Да, конечно, бывает и больше. Кстати, кто допускается, вот вы, кто принимает участие непосредственно в раскомках? Ведь это настолько индивидуально, настолько страшно что-либо испортить с того времени. Ну, вы знаете, к сожалению, Россия вот в гуманитарном отношении, это мое, так сказать, сугубо личное мнение, стоит на очень низком уровне. Вот вспомним Дмитрия Сергеевича Лихачева, великого человека, который говорил, что если у нас 21 век в России не будет гуманитарной, то в России будут огромные проблемы. Как вы понимаете, у нас технологии побеждают, а вот и Дмитрия Сергеевича помаленьку забывают, и вот эти его такие пророческие слова. Вот, я могу привести пример, скажем, английских археологов, когда они копали до событий там в Ираке, в Междуречье, да, Месопотамии, когда, ну, они копают там круглый год, соответственно, климат совсем другой, но там есть селения, которые ничем не занимаются, кроме как раскопками. То есть это профессиональные землекупы. Причем это, так сказать, умение копать археологически передается из поколения в поколение. Это еще с 19 века идет такая традиция, понимаете? Ну, это как умели, да, вести, сажать огород, да, или пасти скот, или строить дома. Каждый специалист в чем-то. А здесь вот специалисты землекупы, профессиональные землекупы, которые... Можно сказать, что это градообразующая, как сейчас модно говорить, да, градообразующая работа. Ну, не градообразующая, а археолога, археолога образующая. Да, да, археолога, дающая всем хлеб насущенный. Да, к сожалению, у нас таких нету, так сказать, такой прослойки населения. Хотя есть, конечно, так сказать, большие энтузиасты, которые, ну, так можно сказать, влюблены в археологию, которые с года в год ездят в экспедиции. Разные, правда, экспедиции иногда. Иногда в одни и те же. Вот это у археологов называется гвардией. Вот, то есть гвардейцы всегда, так сказать, могут быть задействованы, и тогда все в порядке. Вот, а так, конечно, у нас практики археологические в вузах были. Сейчас, вот, например, в Тверской области они прекратились, к сожалению. Финансирование практик, это же разъезды, питание. Иногда это не в Твере, в Торжке у меня были много лет, практики студенческие. А у конкретных будущих специальностей, конкретные кафедры? Нет, у нас нет кафедры археологии. Это просто археолога, этнографическая практика, которая в учебном процессе. Может быть, кто угодно потом человек, да, по образованию выпускник этого университета? Он выходит из того, он может быть, ну, в дипломе написано историк и преподаватель истории, но чаще мы видим выпускников, там, скажем, в магазинах электроники или даже в винных супермаркетах. Ну, такова жизнь. Жизнь, да. Но, кстати, я помню времена, когда на время летних школьных каникул школьники могли подрабатывать, были же такие времена. Да, разумеется, да, но тут тоже всякие обременения, что до 14 лет нельзя, разрешение родителей, все, конечно, тут гзоты строго следят, вот. И вот из этих школьников иногда вырастают интересные ребята, идут на исторические факультеты и становятся археологами. То есть пришли в археологию, что это от земли, да, но ведь их кто-то учит, есть наставник, который показывает, который проверяет, как они работают, потому что здесь накопать-то можно много чего. Нет, ну, конечно, ну что вы, на каждом участке раскопа стоит так называемый участковый, который является, так сказать, наблюдателем. Существует такая иерархия вообще. Ну, разумеется, конечно, есть начальник, научный руководитель, начальник раскопа, участковые. Есть заведующие камеральной обработкой, то есть теми находками, которые поступают уже в стены лаборатории из раскопа. Это, я говорю, что это такая фабрика, производство серьезное, научное, правда, производство. Вы сколько лет уже в археологии? Ну, первый открытый лист я получил в 79-м году, в 1979-м году. Много. По-вашему кардинально, что-то изменилось за эти 40 лет? Да, конечно, изменилось. Что, что, что вот такое вот, на ваш взгляд, положительно, а что самое хорошее ушло, возможно, на ваш взгляд? Ну, ушло, к сожалению, я не сторонник, так сказать, застойного периода, и я не ностальгирую по СССР, но поддержка государства вот в те годы археологии была несоизмерима с нынешней вообще практически отсутствующей поддержкой. А где же про деньги тогда? Ведь это же большие деньги, на самом деле, на все, на то, что вы только рассказали сейчас. А это отношение государства к культурному наследию, неотделимой частью которого является археологическое наследие. Это, так сказать, как государство себя ведет, понимаете? Если оно воспринимает археологию как, значит, наследие ценнейшее среди культурного наследия, оно ему помогает. Вот в Англии, например, в той же, я все педалирую, я вообще, так сказать, в душе англоман и в литературном отношении. Вот, значит, там есть королевское общество, которое вообще курирует археологию, у него есть фонд, который поддерживает уникальные раскопки или какие-то вот форс-мажорные, то есть необходимо, там, скажем, в аварийной ситуации раскопать тщательно, это все нормально. То есть отношение государства вот к этой гуманитарной, хотя археология не очень гуманитарная, но она входит, так сказать, в состав вот этого культурного наследия, вот оно уходит, если почти не ушло. Ну, если оно уйдет, что тогда, к чему мы придем? Нет, ну мы придем к полной коммерции, то есть археологи будут рыскать, где чего строят и сразу же по закону заключать договоры. Ну вот она, та самая черная археология, которую я уже упоминала, чем разницы нет? Нет, это не черная археология. Черные археологи не заключают ни с кем договоры. Они договоры заключаются сами собой. Покупают детекторы и идут грабить курганы без всяких научных. У нас они есть? Есть, наверное, верхняя археология? Это страшная проблема общероссийская и в нашей области, жуткая проблема, абсолютно жуткая проблема. Если они ищут сами по себе, если они находят они, кстати? Ну, к сожалению, большая информация археологическая, она, так сказать, известна. Есть своды археологических памятников. Это любой, так сказать, человек с образованием может открыть этот том, скажем, по Тверской губернии, увидеть карту, где что сидит. Но сейчас уже чистят заброшенные деревни просто-напросто. Вот, там уже идут пятаки, там, скажем, 19-20 века, вход этим черно-копачим. Если они ищут и находят, значит, есть спрос на это? Разумеется, да. Значит, есть черный рынок, можно продать и продать задорого. Есть гигантский черный рынок, причем разбитый на такие сферы. Есть там сибирский, есть центрально-российский и прочее. Это страшная структура черной, вот этой рыночной торговли древностями, уникальными древностями, которые являются наследием нашим культурным, археологическим. Это как-то пресекается законом или что? Закон пресекает, но, как вы понимаете, что у нас с законами-то не только по археологическому наследию, но и с другими законами дело такое, в общем-то, сложное, так скажем, мягко говоря. Ну, сейчас, если вы говорите, что наступило время коммерции, ну, это печально, конечно. Конечно, печально. А если многие сейчас спросят, те, кто у нас немногие, но некоторые наверняка зададут такой вопрос, да зачем нужна эта археология, еще на них деньги тратить? Вот что мы ответим таким людям? Ну, тут ничего, надо уходить в сторону и говорить, что если вы... надо ехать в Антарктиду к пингвинам, наверное, таким людям, я не знаю, кто тут быть. Просто человек, который... это, понимаете, проблема отношения к земле вообще, по большому счету. Археологи – это ведь тоже земля, правильно? Культурный слой. Это отношение к земле. Я думаю, что это отношение в нашей стране специфическое по сравнению с другими. Почему? Потому что у нас гигантские просторы. Абсолютно. Земли много. Мы привыкли к тому, что, да, вот здесь земля и все, значит, касающееся культурного наследия, оно как бы уходит на какой-то там второй, третий, четвертый план. Вот, а, скажем, в той же Голландии или там в той же Англии, островной, да, все это понимается нацией. Там ценно каждый кусочек, каждый сантиметр. Все, конечно, да, конечно. Как и обрабатывается тоже все по-другому. У нас вон какие поля зарастают. Да, но все-таки среди вот этих бескрайних просторов есть уникальные совершенно центры. И в нашей области есть уникальные те же города, та же Тверь, тот же Торжок, Торопец, Старица, Кашин. Интереснейшие города, которые, значит, должны просто-напросто в сознании главных архитекторов этих городов, так сказать, быть прежде всего памятниками. Я считаю, что, например, вот я в Торжке копаю с 79-го года, я считаю, что археологический Торжок перебивает всю экономическую составляющую города. Даже Пушкина перебивает. Потому что, например, у нас коллекция берестяных грамот третья в мире по количеству. Уникальные совершенно находки. У нас есть каменная башня 14 века. Нигде Кремля с каменными башнями в Центральной России между, скажем, Москвой и Новгородом нет. У нас есть каменный домонгольский храм. Плин, финной такой, из кирпича домонгольского построения. Тоже единственный на просторе от Ростова Великого до Новгорода. Понимаете? И если вот это... Это все опубликовано. Это все сто раз писалось. И научно-популярно, и чисто научно. Делались доклады. Я к каждому новому меру и архитектора приходил с лекцией. Рассказывал, что такое торжок. Потому что я знал, что если не рассказать, то начнутся чудеса в решете. Поэтому вот это осознание, прежде всего, чиновниками, от которых зависит жизнь города, оно первостатейно, первостепенно. Но этого, так сказать, нету, к сожалению. Вот я слушаю вас, вы говорите, это же нужно с каждой такой новостью носиться. И делать из нее имя, из каждого, да? Это надо, чтобы... Это, ну, в конце концов, не только имя, почет, уважение, но и деньги под это какие-то. Чтобы люди лучше жили, живя на такой земле-то. Ну, вот я вам и говорю, что гуманитарная составляющая уходит в небытие. А Россия всегда была гуманитарной. Русская душа, да. Ну, конечно. И вообще у нас всегда доминировало что-то такое действительно душевное, духовное, вот, а не компьютерное или что-нибудь еще такое технологическое. Обидно, конечно, что вот так поставлено дело. Я хотела спросить относительно ошибок археологов. На что, на чем они могут отразиться? Какая-то небрежность в работе, что-то пропустить, что-то недоглядеть. Как это потом скажется на нашей с вами жизни, на нашей истории? Ну, профессиональный археолог не может допускать ошибок, я считаю, вообще. Как сапер? Конечно, это ответственность колоссальная, без всякого сомнения, потому что восстановить то, что он раскопал, невозможно. То есть, все это уходит, так сказать, в небытие, в смысле, так сказать, объекта. В музей уходят находки, но сам памятник уже на этом участке его нет. Он раскопан до материка, понимаете, да? Это считаете, что слой какой-то ушел? Это как будто это несколько поколений человеческой жизни наших предков ушли. Десятки поколений. Ушли, и мы о них уже ничего не узнаем, да? Нет, мы узнаем, поскольку археология – точная наука, и она в профессиональных руках, она без всякого сомнения дает колоссальный материал. И вот институт, который я представляю, действительно, в нем сотрудники профессионалы, без всякого сомнения. И здесь насчет археологических ошибок археологами говорить не приходится, честно говоря. Могут быть какие-то случайности, но они всегда будут, так сказать, им даст оценку археологическое сообщество. У нас мощное археологическое сообщество, у нас профессионалы, без всякого сомнения. Недавно на нашем телеканале прошел сюжет, где говорилось об ошибках, допущенных, о нарушениях, допущенных во время археологических раскопок во строительстве моста через Тимаку. Это территория Тверского Кремля. И там показывали, во всяком случае, я видела документы, где было написано, что ковшами, ковш был в работе, совковые лопаты. Но вот, на мой взгляд, дилетанта, где такая историческая земля, там такие инструменты недопустимы. Да, но этот факт, я уже сказал, что ему будет дана оценка археологического сообщества, если там все так, как показано. То есть это еще будет рассмотрено? Без сомнения, потому что это мыс Тверского Кремля, так сказать, сердца средневекового, очень крупного, великого, я бы сказал, города для истории России в целом. Вот, поэтому здесь без всякого сомнения, экспертиза будет без всякого сомнения дана, и всему этому сообщество даст ответ. Возможно, мы не говорим о каком-то сговоре, возможно, здесь нажим тех же самых строителей, чтобы было побыстрее, чтобы как-то где-то не досмотрели, что строители, что называется, взяли верх над археологами. Нет, я не думаю, потому что, значит, вот в Тверском Кремле ежегодно ведутся раскопки, и, в общем-то, строители внутри вот этой территории, они привыкли к археологам. Тут, мне кажется, если есть какие-то, значит, нарушения, то они не связаны с археологией, честно говоря, мне так кажется, вот, но из всякого правила есть исключение. Мне, я смотрел в записи вот этот репортаж, мне что не понравилось там, мне не понравилась спина человека, который это все рассказывает. Если мы боремся за культурное наследие, в том числе археологическое, надо с открытым забралом это говорить. Ну, значит, возможно, ему было чего опасаться от того человека, о котором он говорил. Я не знаю, чего можно опасаться, борясь за культурное наследие центральной части археологической большого областного города. Я не понимаю, вот, и здесь, конечно, есть такой очень нюанс один. Вот, значит, у нас есть организация, которая должна быть ответственна за сохранность археологических памятников. Это инспекция, вот. И вот это наследие прошлого, к сожалению, не нынешнего руководства. Я не знаю нынешнего руководства, в общем, наследие вот какое, не очень хорошее. Значит, когда вот чиновник, который ответственен за охрану памятников археологии, видит свое бессилие, а у нас территория 84 тысячи квадратных километров, 6 тысяч памятников археологии, 36 районов на гигантской территории, понятно, что это невозможно, так сказать, уследить. Вот. Он начинает что делать, как вы думаете, чиновник? Вот, если он не может бороться с черными копателями, с кем он начинает делать? Ну, тогда к ним присоединяется, или присоединяется к ним, нет? Нет, он, я не знаю, может, потом он присоединится к ним, но начинает он с того, что он начинает бороться с археологами. Понимаете? Это совершенно ненормальная старая традиция, заложенная многие годы назад. Вот. К сожалению, вот управление культурой очень много сделало ошибочного, на мой взгляд. Вот гигантская территория – это Австрия или остров Ирландия. Вот наша территория точно совпадает с площадью Австрии или Ирландии. Значит, раньше была очень хорошая такая практика, когда в крупнейших исторических центрах области от вот этого управления или инспекции сидели инспекторы в Торжке, я знаю, инспектор был. Потом эти инспекторы превратились в таких кустовых инспекторов. То есть, например, торжокский инспектор стал заведовать и Осташковым. Это как у нас в правоохранительных структурах так происходит. А потом вот недавно этот институт вообще ликвидировали. Как это можно, я не понимаю. Как можно в области с шестью тысячами памятников археологии ликвидировать институт инспекторов по историко-культурному наследию на местах? Это просто, вот я не понимаю, как это может быть. Я могу, так сказать, объяснить, что это опять финансирование. Понимаете, проклятая деньга, она действует везде. То есть, бюджет не позволяет управлению. Да, но это же сразу же отдача какая. Вот в прошлом году в Торжке, где уже нет инспектора, было уничтожено несколько тысяч квадратных метров культурного слоя в центре Торжка. Это же преступление. Да, да, преступление. Туда приезжали серьезные чиновники, но они ничего не могли сделать. То есть, понимаете, происходит какой-то совершенно странный такой вот парадокс, когда инспекция не может совладать вот с этими строителями и с проектами, которые, значит, вот вроде бы делают пользу городу, благоустройство города, но под этим благоустройством лежит культурный слой. Причем в Торжке берестяные грамоты и прочее. Это известнейший центр археологии в Европе, Торжок. Но бессильно были инспекторы, которые приезжали. Мы их вызывали, они ходили, но работы продолжались. Вот что это такое? Как это? А вот так это. А как это можно, по-вашему, изменить-то? Я думаю, тут опять деньга. Все упирается в эти проклятые деньги. Конечно, конечно. То есть, надо было освоить до какого-то числа деньги по благоустройству Торжка, мне кажется. Ну, это как когда у нас, помните, асфальт кладут перед Новым годом и в снег, и в дождь, потому что надо срочно освоить, деньги пришли. Порочная практика. Да. И мы тут еще с вами говорим о том, что нельзя вести работы зимой, о том, что нельзя так, когда по большому-то счету. Да, это ужасно. То же самое произошло в Старице, тоже в связи с благоустройством города в этот же период, летом прошлого года. Там, правда, в Торжке произошла смена меров. Это, конечно, не мое дело, но, может быть, как-то вот в связи с этим что-то такое не доглядели городские власти. Но я был свидетелем бессилия инспекции, которые вот... Ну, смена руководства, это понятно, но ведь каждый на месте выполняет свою работу. Я не знаю, как это оценить, как это может быть. По идее, инспектор, который ведает историю культурного развития, должен прекращать работы. И так было всегда. Если он видит нарушение, они говорят, извините, все, мы останавливаем земляные работы, без археологии здесь делать невозможно ничего. Вот. И строители слушались. А вот в прошлом году произошли совершенно вопиющие события в Торжке, которые я просто... Я входил год, так сказать, в таком состоянии угрюмости. Потому что я понял, что администрация города перестала понимать Торжок как исторический город. Просто-напросто, понимаете? И это страшно печально. Петр Дмитриевич, но существует не только администрация города, у нас существует правительство области. У нас существует правительство повыше всей России, но, наверное, каким-то образом... Ну, я говорю, что инспекция входит в состав администрации области. И все равно никто ничего сделать не может. Сильный перед вот этой стройиндустрией или чем там, я не знаю. Или вот этими проектами по благоустройству города. Ведь там придумывает один из чиновников, высший, да? Он же не знает, что Торжок – исторический город. Наверняка. Ну, наверное, нет. Вы догадываетесь, кто это чиновник, это понятно. Да, здесь... А, кстати, сообщество археологов большое у вас. Вы можете как-то вместе, собравшись, повлиять на ситуацию? Да мы влияли... Вы не как лебедь, рак и щука. Вы в одном направлении. Да нет. В охране памятников, конечно, без всякого сомнения, в охране культурного слоя мы едины. Вот, у нас есть лебедь, рак и щука в научных некоторых соображениях. Но это не без этого. Ну, наверное, это естественно, да? Да, это абсолютно, да. Концепции свои. Концепции, да, указаны. Они иногда диаметрально противоположные, но это наука. В любой науке такое происходит. Вот, а за культурный слой мы, конечно, боремся, что называется, на смерти. Но вот понимаете, какие ситуации? Ну, вы назвали уже вот два примера, да? А где гарантия, что потом это не перерастет в практику? Да это вот самое страшное. Вот почему я очень был удручен вот этими событиями в Торжке, в Старице. Потому что это прецедент. И все. Пойдут частники, скажут, а вот там у вас... Все, что вы там... Какие археологи у меня там, значит, я строю новый коттедж на историческом культурном слое. А вот там в центре города разворотили, все без всякой археологии. Я вас... Да. Извините. Это где угодно так может быть? Это страшная вещь. А у нас в России это может действительно стать практикой такой, порочной практикой. Ну, может быть, мы еще раз обратим внимание руководителя нашей Тверской губернии на эту проблему. Может быть, нас услышат? Конечно. Ну, во-первых, надо без всякого сомнения любыми, любой ценой вернуть вот этот институт инспекторов историко-культурного наследия на местах. Никаких не кустовых. У нас 15 исторических городов. И я считаю, что, ну, почти во всех 15 крупных, лучше брать, конечно, таких исторических городах, должны быть инспектора от этой вот инспекции областной. И я помню, у нас был в Торчке такой инспектор, господин Афанасьев, и у нас был контакт, и нарушений было, подобных нарушений не было бы, если бы у нас был бы в Торчке инспектор. Без всякого сомнения, он бы в колокола во все, так сказать, бил бы, мне кажется. Но будем считать нашу программу обращением, потому что это действительно то, что вы рассказали. Да, конечно, это проблема. Это не то, что неприятно, это страшно. Да. Тем не менее, ваш взгляд в будущее, археологи всегда, наверное, смотрят, как и нормальный, здравый человек смотрит в будущее и надеется до новых находок. У нас, по-вашему, мы уже говорили, что есть что еще искать, и есть сколько искать, много лет, хватит вам работы. Да, ну, вопрос интересный. Просто, понимаете, в чем дело, мы знаем, где надо закладывать раскопы, без всякого сомнения, для того, чтобы приблизиться к истине научной, исторической, археологической. Но, если на этом месте не строят ничего, копать невозможно. Мы, у нас нет фонда. Полномочий нет таких? У нас нет полномочий. У нас есть, у нас, ну, можно, конечно, какой-то грант получить, но это будут все равно не те деньги, которые нужны. Археология очень затратная сфера, к сожалению. То есть, если вы начинаете копать, то перед этим обязательно должен быть проект, что здесь будет построен. Ну, к сожалению, так все вот сейчас к этому идет. Обязательно строительство. Ну, потому что это деньги. Любой раскоп требует рабочих, их, значит, зарплата, оформление, питание, если они из нагородней, жилье, проживание, если они, так сказать, приехали волонтеры, скажем, из другого места. Вот. Дальше. Лабораторные анализы. Огромные, значит, средства пожирают. Датировка. С-14 у нас есть по радиоуглероду и по гендрохомнологии. Это тоже лаборатории, которые просто так не делают эти анализы. То есть, это такой вот замкнутый круг получается. Я представляю, какая вы кость в горле для строителей, да, которые вы, хоп, без археологии все, и быстренько построили. Да, разумеется, мы... Но есть строители, которые понимают это. К счастью, к великому счастью. Пока мы еще говорим о том, что есть такие люди. Есть, да, есть еще такие. Даже не просто люди, а, так сказать, как это называется, конторы или как это... Организации. Организации, да, строительные организации, которые без всякого сомнения идут на опережение, понимают, что археолог не будет здесь, так сказать, лукавить, а скажет, что есть или нет, честно и откровенно, вот такие все-таки еще есть организации. Если уместен вопрос, археолог, это сейчас модная профессия? В России? Вот, да. Вот как вы считаете сами, по своему ощущению? Нет, я считаю, что это не модная профессия. Когда-то, значит, в застойном периоде, я помню, такой был журнал «Америка». Был, был такой журнал. Я сейчас ссылаюсь на Забугорье, но приходится. Там, значит, производили опрос населения, и две самые популярные профессии в США были астронавты и археологи. Да что вы. Да, вот противоположные. Да, да, да. Там и там. Да, да, вот это как-то здорово. У нас таких опросов нет, но я думаю, если провести, то археологию... Нет, на одно время у нас была модная профессия космонавт. Да, космонавт. Да, археолог когда-то был? Сейчас бизнесмен. Ну, сейчас, да, да. Или депутат. Ну, депутат — это без вопросов. Все стремятся. Буквально несколько секунд напоследок. Все-таки вера в будущее с оптимизмом смотрите на год будущий и на ближайшее время относительно вашей работы, относительно археологии? Нет, ну, конечно. Я верю, что лучшее, без всякого сомнения. Я думаю, что чиновник, который живет и работает в историческом городе или в исторической местности, прежде всего должен понимать, что первично, что вторично. Это данность. Археология первична. Ничего тут не поделаешь. Как бы кто бы чего бы не пытался изменить. Это данность. Данность истории, данность культуры. И с этим ничего не поделаешь. Надо учитывать археологию, без всякого сомнения, всем строителям, всем архитекторам, градостроителям. Спасибо огромное за участие в программе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был научный сотрудник Института археологии Российской Академии Наук, кандидат исторических наук, руководитель Новотурской археологической экспедиции Петр Дмитриевич Малыгин. Всего доброго. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин